Друзья, всем привет! Меня зовут Настя, я ваш преподаватель литературы. Мы продолжаем наш разговор о русской литературе второй половины 19 века. Мы все ближе и ближе подходим к революционным настроениям, все больше и больше изменений случаются в русской жизни. И следующие тексты, которые мы обсудим, они касаются непосредственно главной реформы 19 века — это отмена крепостного права, как она повлияла на жизнь людей, на жизнь всех, не только крестьян. Вот об этом будут размышлять наши авторы. И один из людей, которых эта тема очень волновала именно не только по отношению к крестьянам, но вообще как изменились люди, как изменился менталитет — это был драматург Александр Николаевич Островский и его знаковая пьеса «Гроза». Мы сегодня поговорим именно о ней. Вообще Александр Николаевич Островский — это очень важный автор не только для литературы, сколько для драматургии. Он очень поменял русский театр. Он сделал его более народным, более доступным и для зрителей, и для артистов, и для режиссеров. То есть вместо такого очень сложного, костного, такого организационного театра, театр стал доступным средством развлечения, чтобы даже простой народ мог прийти и посмотреть на спектакли, на пьесы и о чем-то, собственно, подумать. Потому что Александр Николаевич Островский во многом и театр, и литературу сделал очень народный, доступный для очень многих людей. Потому что мы с вами говорили о разных текстах, и мы понимаем, что часто они писались для очень ограниченной категории населения, для привилегированных, просвещенных дворян, они касались темы размышления о судьбе отечества. И для большинства народа, как вы понимаете, это было не очень доступно, не очень интересно, но это не значит, что народ был глупый и не приспособленный, просто запрос был у народа другой. И Александр Николаевич Островский в своих текстах, в основном в драматических произведениях, этот запрос удовлетворяет. Он расширил границы жанра, то есть у него мы увидим очень много драмы. У нас в роде литературы драмы существует три жанра – комедия, трагедия и драма непосредственно. Трагедия – это очень высокий жанр, и не все авторы могли писать трагедии. Комедия – да, хорошо, но это тоже очень ограниченный жанр. А вот драма, в которой сочетается и комическая, и трагическая, Островский вот этот жанр очень-очень видоизменил. И дальше русскую революцию в театре продолжит Чехов, и вообще вот эти две фамилии для русского театра очень-очень важны. Собственно, мы с вами поговорим немножко о периодах творчества Островского, опираясь на лучшие его произведения. Лучшими текстами считаются пьеса «Гроза» и пьеса «Беспреданница», драма. Их прекрасно можно найти в театре, сходить на любые постановки, от таких классических, канонических до современных переосмыслений. И Островский в своем театре, помимо того, что он приблизил его к народу, он сделал еще довольно много таких революционных вещей, и тоже мы сейчас о них поговорим. Но пока чуть-чуть о творчестве. Островский очень быстро стал знаменитым именно потому, что очень сильно отличался. То есть его народный взгляд на какие-то русские проблемы он покорил и таких серьезных авторов-аристократов, и, соответственно, сам народ ему очень понравился, и он сразу привлекся в литературную и театральную жизнь. По своему взгляду, мы уже с вами разбирали взгляды разных авторов, Островский был ближе к славянофильству. То есть он, конечно, соглашался во многом с какими-то западными преобразованиями, но все-таки он верил в истинность, неделимость, целостность русского народа, в силу русского народа, и считал, что самое интересное, что переживает народ, оно спрятано в обыденности, в быту, в семейной жизни. И какие-то ответы на серьезные, вечные вопросы об отечестве, об истории нужно искать непосредственно в быту. Вот Островский, собственно, этим и занимался. Вообще он очень долгое время проработал в суде наблюдателем, и поэтому он наблюдал разные сцены из семейной бытовой истории. Поэтому явно многие его драматические герои, комедийные герои, они взяты из каких-то реальных образов людей, которых он встречал, какие-то дела, инциденты, которые он видел, в том числе история Катерины, отчасти окажется историей реального судебного дела. Но об этом чуть попозже мы с вами поговорим. Соответственно, Островского, как я уже сказала, про его взгляды на народ, его часто называли гением на родной земле. То есть это был тот автор, который старался максимально привлечь внимание и читателей, и авторов к обычной русской жизни, которая была сосредоточена не только в Петербурге блистательном и не в Москве, а вообще-то во всей провинции. Вообще-то существовало много разных городов. Далеко не все люди были дворянами или крестьянами. Было купечество, было мещанство, были мелкие торговцы. И это было тоже важное сословие русской жизни. Со своими проблемами, со своими вопросами, со своими сложностями, которое влияло на русскую историю. И вот Островский первый вывел на сцену именно этих персонажей, именно этих героев и их жизненную историю. И, в принципе, действительно все были этим покорены. И искушенные зрители дворяне-аристократы, ну и, как я уже много рассказала, обычный народ, который увидел себя и понял, что может как-то учиться преобразовываться, думать, глядя на себя же на сцене. Это очень важное достижение для русской литературы, для русской истории в целом. Островский, несмотря на то, что основная сфера его интересов это обыденная русская жизнь, он, конечно же, в ней находил ответы на многие вечные вопросы, которые волновали и Пушкина, и Лермонтова, и Другенева, и прочих писателей-аристократов. Потому что все мы люди, в принципе, все мы более-менее одинаковые, с похожими потребностями и запросами. И Островский понимал, что люди, особенно в провинции, конечно же, они очень озлоблены, они очень закрыты в себе, и именно из-за своей озлобленности они часто не замечают красоту окружающего мира и его совершенства. То есть людей нужно было как-то растормошить, чтобы они перестали быть сфокусированными исключительно на себе, на своих горестях, перестали грызть из-за этого друг друга, своих домашних, свой семейный округ, и как-то бы посмотрели, что происходит не только в их маленьком городке, в их маленькой деревеньке, в их маленьком доме, но и посмотрели на вещи более глобально и широко. Поэтому какие-то общечеловеческие проблемы, казалось бы, абсолютно семейные бытовые истории в произведениях, Островский выводит на такой глобальный серьезный уровень. И получается, что и обычные люди могут мыслить, и обычные люди томятся от внутренней несвободы. То есть это не привилегия каких-то дворян-аристократов. То есть это всем занимается, в принципе, все это чувствует большинство народа, каждый человек. Это был очень важный такой шаг к пониманию того, что чувствует обычный человек. Не придумыванию за него, а непосредственной трансляции его ощущений. Поэтому Островский касался этих вечных вопросов через описание обычных житейских ситуаций. Потому что только так можно проще всего увидеть себя, как-то осознать себя, понять, ой, у меня тоже такое же, и ответить самому себе на волнующий вопрос. То есть, конечно, вопросы какого-то неравенства не всегда волновали людей, но конкретные бытовые ситуации и вытекающий из этого вечно серьезный вопрос, вот это уже людей волновало больше. Непосредственно в «Грозе», в драме, которую мы с вами сегодня обсудим, скрыто множество смыслов. И, конечно же, она вызвала полный резонанс. И как драматическая история, которой была жаль всех героев, и, конечно же, как произведение с очень важной такой социально-нравственной проблематикой, критики, как угодно трактовали грозу, спорили о ней, добавляли какие-то смыслы, которые, может быть, Островский и не вводил туда. Поэтому постараемся сегодня объективно разобраться с этим произведением, посмотреть, какие глубокие русские проблемы туда выложил Островский, которые, к сожалению, актуальны и сейчас, и аукаются нам до сих пор. Посмотрим, разберемся с этим, и поговорим, конечно же, о критике, об интерпретациях, о том, как «Грозе» относились в разное время русской истории. Но начнем мы с вами еще одну важную вещь, проговорю по поводу того, каким с предством еще Островский добился такого влияния на людей. Как вы понимаете, в драме, в драматургических произведениях у нас основное оружие автора – это реплики героев. То есть у нас нет описаний, как в «Прозе» мы с вами привыкли видеть. У нас есть только реплики героев. И, конечно же, Островский довел до совершенства речь своих персонажей. Через речь, потому что в драме самое важное – это просто через речь показать портрет человека. У него, как мы с вами читали, Гончарова в прошлый раз обсуждали, сколько там языковых средств использует автор. А здесь только речь, только фразы героев. И Островский довел это до совершенства. С помощью персонажей разная речь мы узнаем у каждого героя по речевому портрету, поймем, какая манера разговаривать у каждого персонажа, и легко сможем отличить его друг от друга. И вот это важное драматическое оружие, конечно же, Островский довел до совершенства. И мы тоже сейчас это разберем с некоторыми цитатами. Но непосредственно о «Грозе». 1859 год, год написания «Грозы», осталось два года до отмены крепостного права. То есть 1861 – это такая отправная точка во многом для русской истории. Конечно, эта реформа делалась не за день, не за месяц, и даже не за год. Подготовка к ней шла десятилетиями. Мы помним, что еще декабристы задумывались о крепостном вопросе, но удовлетворить это получилось лишь через 40 лет. Все общество понимало, что что-то происходит, что что-то грядет. И именно крепостная реформа была тем историческим событием, которое затронуло каждого человека. Ну, например, восстание декабристов коснулось исключительно думающих молодых дворян. Люди в провинции ничего про это не знали. Им ни о чем не говорили декабристы, и они понятия не имели, что же там вообще в Петербурге случилось. А вот отмена крепостного права, полное изменение русского быта, полное изменение и непонимание того, как жить дальше, конечно, коснулось всех, потому что крепостное право существовало по всей стране, и все русские люди были задействованы в этой экономической модели. Крестьяне были закрепощены, дворяне владели этими крестьянами, и, в принципе, вся экономика работала на крепостное право, на вот эту реформу. И тут она отменяется, потому что дальше уже так жить нельзя. Конечно, отмена, свобода — это хорошо, но что потом? Как бы свободу дали, а что с ней делать? То есть об этом мы поговорим с вами, когда будем обсуждать Некрасова. Но Островский уже в своих произведениях, он предрекает вот это предреформенное настроение, ощущение перемен, ощущение того, что вот этот уклад жизни, он теперь будет утерян. Он, конечно же, изжил себя, но что же придет на место него, и как нам быть дальше с этим наследством этого уклада жизни? Вот этот вопрос, конечно, Островского волновал, и ответа на него он точного, конечно же, нам не дал. Он и не обязан был, это мы должны с вами разбираться. Вот, посмотрев на «Грозу», давайте разберемся, что же происходит. Драма «Гроза» действия происходят у нас в провинциальном городе Калинове. Калинов — это собирательный образ всех провинциальных городов. Как я уже сказала, Островский выводит на сцену провинцию. То есть не Петербург с Москвой, а всю обычную Россию, в которой жили люди. И, соответственно, искушенные зрители, да и сам народ понимает, что суть вот этой вот российской жизни заключается в том, что, с одной стороны, прекрасная природа, замечательные люди с огромным потенциалом, а с другой стороны, жестокость, насилие, ханженство, лицемерные порядки, которые никто не осмысляет и никто не преобразует. И как вот это все сталкивается, и чем это может грозить обычному человеку, обычной личности, в «Грозе» мы с вами, конечно же, увидим. Критик Добролюбов Николай, о котором мы уже говорили, радикальный такой молодой революционный критик, очень ценил талант Островского, очень ценил его способность заглядывать в глубину русской жизни. И наверняка вы много раз слышали такой фразеологический оборот «темное царство». То есть это Добролюбов так назвал город Калинов и вообще бытовой мир Островского, географические пункты, места, в котором это все происходит. И критик Добролюбов объяснял, что «темное царство», он полностью понимал, что это зарисовки обычного русского быта, так живут большинство людей, и зачастую они не сознают, что они живут в этом колесе ненависти, круговороте жестокости. И в этом мире невозможно протестовать, любой протест будет неудавшимся. Мир этот направлен на то, чтобы унизить человеческую личность, чтобы привести к покорности, к рабскому сознанию. И вот так вот люди поколениями живут. И как только появляется какая-то живая душа, которая пытается протестовать, весь этот мир сотрясается. Собственно, в грозе мы с вами это и увидим. И основные такие герои у Островского, очень важные, он выводит, Островский еще выводит на сцену новый тип русского персонажа. Это Самодур. Сейчас мы это слово прекрасно видим, но это такой неологизм Островского, его придумка. Самодур – это персонаж, вообще человек, который, общаясь с другими, взаимодействуя с другими людьми, никак не задумывается об их желаниях, не учитывает их волю. Он руководствуется только своим произволом, делает, что хочет. Ему абсолютно все равно на чувства других людей, на их желания, на то, что, может быть, делает им больно. То есть Островский создает такую систему, где есть Самодуры и есть жертвы, которые эти Самодуры тиранят. И жертвы, тем не менее, не могут протестовать, а, безусловно, покоряются этим Самодурам. И как эту цепочку разорвать, неясно. Но хотя бы на нее нужно посмотреть и принять, что так и происходит. Действительно, вот такая пара Самодур и жертва во всей русской жизни существует. Островский предельно детально ее описывает. То есть мы у него знакомимся с таким новым героем. И, конечно же, Самодуров в Грозе достаточно. И эта взаимосвязь Самодуры-жертва нам предстоит ее с вами проанализировать. Ну, немножечко про город Калина, в котором происходит действие. Как я уже сказала, это такой собирательный образ всех провинциальных городов на Волге. За два года до написания Грозы Островский как раз по Волге путешествовал. И он был поражен красотой этого места и в то же время дремучестью нравов этих людей. То есть на дворе у нас, смотрите, середина 19 века. А люди в провинции на Волге живут так, как при Иване Грозном. То есть это как будто еще 16-17 век. До них не доходит ни прогресс, ни там эпоха просвещения, о которой мы с вами уже разговаривали. Это все осталось где-то в столице. А эти люди живут по эпохе, по временам домостроя. Домостроя это такой учебник жизни при Иване Грозном. Было написано такое пособие для людей, как им жить, как вести семейную жизнь. И люди живут вот по вот этим всем признакам, по вот этим всем правилам. И, конечно, в этом городе, безусловно, властвуют самодуры, которые подчиняют себе всех остальных людей. И те никак не могут им противостоять. Противостоять этому жестокости и насилию. Один из персонажей Грозы, изобретатель Гулигин, который очень отличается от всех остальных. И герой, который как бы выражает такой авторский голос. Он говорит о том, произносит знаменитый свой афоризм. Жестокие нравы, сударь, в нашем городе. То есть важно, что Островский не просто нам описывает эти нравы. Он объясняет, что герои примирились уже с ними. То есть они просто вот, как если бы вы приехали в какой-то город, и вам рассказывают. Вот наш город, вот тут вот жестокие нравы. Смотрите, что еще можно сказать про Калинов. Один из персонажей говорит, здесь что вышла замуж, что схоронили. Все равно. Островского очень волнует еще, конечно, судьба женщины в этом всем. И мы увидим в Грозе достаточно печальную женскую судьбу. И, собственно, в этом царстве самодуров, отчасти, наверное, больше всего женщины и страдают. Об этом тоже в Грозе мы поговорим. И город Калинов очень важную деталь нам Островский показывает. Каждый дом находится за высоким забором. То есть все спрятаны за заборами в своих дворах, в своих домах. И Кулигин объясняет, что никто не знает, сколько слез за этим забором проливается. Что люди отгораживаются этим забором, чтобы другие не видели, как они там своих домашних тиранят. И как плохо и жестоко с ними обращаются. Вот такие правила жизни города Калинов. И мы с вами в него погружаемся. И знакомимся с главной героиней нашего произведения. Это Катерина. Да, именно Катерина стала таким очень спорным и противоречивым образом. Очень сложным персонажем. И мы с вами сейчас постараемся ее объективно разобрать. Мы уже с вами говорили в прошлый раз о том, что в середине 19 века в русской литературе появляются главные женские героини. Такие свободные, сильные, эмансипированные. Очень-очень развивается женский вопрос, идея феминизма, идея того, что у женщины тоже должны быть равные права, как у мужчин. Но опять же, все это происходит в Петербурге, в Москве, в дворянской среде, в аристократической среде. А что происходит в остальной России? Там, где живут, собственно, основная часть населения Российской империи. Там город Калинов, жестокие нравы и ханжество и лицемерие. И в этом всех обстоятельствах мы с вами знакомимся с Катериной. Катерина главная героиня произведения, купеческая жена, муж ее Тихон, свекровь у нее Кабанова, Кабаниха, которую называют по кличке, скажем так. Катерина молодая девушка, бездетная. Это очень важно, потому что она очень часто по ходу текста говорит о том, что если бы были у нее дети, она была бы гораздо счастливее, нашла бы кому отдавать свою любовь. Но детей у нее нет. Семейная жизнь, конечно, складывается ее несчастливо. И вот тут Островский тоже показывает такой вечный русский архетип русской женщины, которая после того, как выходит замуж, жизнь ее фактически счастливая, жизнь ее прекращается. Катерина вспоминает, что до замужества ни об чем не тужила, точно птичка на воле. Вся ее жизнь до замужества была наполнена любовью, красотой, поэтичностью. Она вспоминает, как она ходила в церковь, вспоминает, какие сны ей снились, вспоминает, какой живой она была. И как только она оказывается в доме у Кабановой, в этом городе Калинове, она все время повторяет, все как будто из-под неволи. То есть она под этим колпаком, сильная, мы чувствуем в ней какую-то силу, силу духа, как-то горячность натуры. И она оказывается так запакована вот в этой вот среде. И, безусловно, она, конечно, она это не осознает, она не может это назвать словами, как назвали бы герои-аристократы, про которых мы читали в литературе до этого. Но она это чувствует. Человек может и не называть что-то, но он это ощущает, он понимает, что с ним это происходит. И на протяжении всего текста Катерина больше 50 раз повторяет слово «воля». Воля, неволя, безвольные, разные производные от этого. Она постоянно находится в состоянии внутренней несвободы. То, как она привыкла жить, и абсолютно естественно, натурально для человека, и то, какие правила жизни в Калинове, и она становится одной единственной там, которые чувствуют себя плохо и, самое важное, не может притворяться. Потому что остальные персонажи грозы, например, дочка Кабанова и Варвара, мы видим, что они все так или иначе приспосабливаются к миру Калинова. Они умеют обманывать, они умеют притворяться, они умеют лицемерить. Катерина ничего этого не может. То есть это, казалось бы, такие типичные качества, и люди, живущие вот в этой среде, они ими обладают, а Катерина нет. То есть она, видимо, из какой-то другой среды пришла, раз она не умеет этого ничего делать и не научилась так этому. И это все противится ее природе, ее душе. Вот как бы основной ее конфликт с этим темным царством и с этим городом Калиновым. Поэтому ее формальная интрига сюжета, ее взаимоотношения с Борисом, когда муж уезжает, и ее история любви с ним, возможно, это не то, чтобы история непосредственной любви к нему как к мужчине. Это может быть попытка освобождения. Она чувствует какую-то любовь, она чувствует ощущения и не может им противиться, потому что, по идее, человек не должен противиться этим чувствам. Но весь мир вокруг нее, вся система, в которой она находится, построена так, чтобы она противилась им. А она не может в силу своей натуры, в силу своего духа, в силу того, что такое она уродилась. Она про себя так и говорит. Такая уж я уродилась, горячая. Что говорят про нее другие персонажи, кстати? Варвара, например, говорит, и ты какая-то мудреная. Тихон совсем ее не понимает. Кабанова раздражается от присутствия Катерины, постоянно ее обижает. Опять же, такой вечный архетип отношения невестки со свекровью. Тоже почти не отражается в русской литературе, но то, в чем живут большинство русских женщин, тем более тогда. И, да, как я уже сказала, основной конфликт Катерины, внутренний и внешний, с которым мы знакомимся по ходу драмы, это вот это ощущение внутренней несвободы и невозможность жить в том мире, в котором она находится. Это очень страшно, когда ты живешь и понимаешь, что ты не можешь тут находиться, ты не можешь жить эту полужизнь. Она так это часто называет, полужизнь, какое-то полусуществование. Она не может, да, назвать это какими-то красивыми философскими словами, но она все это ощущает в своей душе. Поэтому главное для нее это быть свободной. А мы с вами до этого весь XIX век посвятили тому, что литераторы, поэты, писатели, высшая ценность для них это свобода. И вот, пожалуйста, перед нами героиня, которая очень хочет быть свободной и привыкла быть свободной. И она оказывается в этой системе, которая давит ее и пытается сломить. У системы, в принципе, это удается. Мы знаем с вами, как закончилось произведение. Мы знаем с вами, что Катерина совершает самоубийство. Что, кстати, очень важная деталь. На протяжении текста постоянно упоминается, что Катерина религиозна. А самоубийство это смертный грех. Видите, насколько невозможно ей жить в этом мире, что ее даже не останавливает ее религиозная воспитанность. То есть она все равно совершает самоубийство, совершает грех, потому что не в силах существовать вот в этом вот мире. То есть насколько вся эта система может довести одного человека. Финал у нас у драмы открытый. Мы не знаем с вами, что случилось потом. Мы остаемся наедине со своими мыслями, наедине с этим ощущением. И вот дальше вот этот финал по-разному интерпретировали критики. Но об этом мы поговорим с вами на следующем уроке, чуть позже. Соответственно, главный конфликт, которым мы уже в принципе с вами вывели, ощущение свободы и несвободы. И понимание того, что человек не может находиться в мире, где ему плохо, где он не свободен. Но он поставлен в такие условия. И вот это одиночество в толпе. Помните романтизм? Мы с вами обсуждали одинокого героя, который не в силах вынести эту толпу и стремящийся убежать. Романтизм закончился, наступил реализм, наступила обычная русская жизнь, в которой происходит то же самое. Героиня настолько не в силах существовать в этой действительности, что решается на такой отчаянный шаг. Потому что решается на смерть. Хотя мы тоже понимаем, что раз Катерина такая чувствительная, такая эмоциональная, такая сильная духом, наверняка жизнь она очень любила. И она все равно с этой жизнью рассталась. И чтобы понять лучше-то состояние несвободы, как его автор показывает, конечно, он сталкивает Катерину все время с другими персонажами. Поэтому вот что говорят герои, ее муж, ее сестра мужа. Одна говорит, ты такая мудреная. Борис, который не совсем все-таки до конца понимает героиню, он отмечает то, что она отличается от остальных. Лицо светится, улыбка ангельская. Внимание, реплика Тихона, ее мужа, после уже случившегося в самом конце. Я ее люблю, мне ее жаль пальцем тронуть. Побил немножко, да и то маменька приказала. То есть ее муж, который тоже оказывается заложником этого темного царства, мы помним, что в этой системе все страдают. Самодурые жертвы, безусловно. И Тихон, который точно такой же винтик этой системы, точно так же живет в этом мире, он вроде бы тоже осознает, что это неправильно. Видите, ему жалко его жену, хотя она вроде бы изменила ему, и нужно злиться на это. Но он побил ее, потому что маменька приказала. И как ему жить дальше, тоже непонятно. Нам оставляют этот вопрос открытым. Ну и Кабанова, свекровь Катерина. Главный самодур драмы этой, конечно же, Катерину ненавидит и всячески пытается жить со свету. Почему? Потому что так все жили, потому что вот так правильно, вот так вот в домострое. То есть главная проблема темного царства заключается в том, что люди не обладают осознанностью, они не думают о том, почему вот так они поступают, а не иначе. И почему-то они поступают именно жестоко и не задумываются об этом совершенно. И как только появляется вот такая фигура, как Катерина, которая как-то сотрясает этот мир, вот что дальше будет с героями, это, конечно, вопрос уже открытый. Собственно, Островский финал открытым и сделал. То есть мы не знаем, что происходит с Калиновым после смерти Катерины и можем лишь предположить. Мы поговорили с вами об образе этой главной героини, об очень противоречивом и сложном, об этом ощущении свободы и несвободы. И нам осталось поговорить на следующем уроке о критике произведения, об интерпретациях и о смысле названия. О том, что же люди думали после этого текста, какое впечатление он на них произвел. Спасибо вам за внимание.